Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели! Разрешите представить на ваше рассмотрение мою лекцию по теме морфология и анатомия насекомых. Я Кожевникова Алифтина Григорьевна, профессор кафедры карантин и защиты растений Ташкентского государственного аграрного университета. План представляемой лекции включает в себя общая характеристика насекомых, внешнее строение, морфология насекомых, внутреннее строение, анатомия насекомых и значение, особенность строения для насекомых. Внешнее строение насекомых очень характерное, и оно даёт возможность определить, что это сами насекомые, именно эти животные. Тело насекомых состоит из трёх отделов – голова, грудь и брюшко. На голове расположены придатки, ртовые органы, усы, усики, сложные глаза, могут быть простые глазки. Вот показаны, вот посмотрите, здесь вот усы показаны, антенны, вот сложные фасеточные глаза, вот они сложные, и маленькие глазки. Ну, придатки служат для различных функций. Глаза – это орган зрения. Усики и усы, антенны и антеннулы – это органы обоняния. Товые органы выполняют функцию приёма пищи. На крути расположены три пары ног и две или одна пара крыльев. Брышко имеет придатки – церки, грифельки и генитальный аппарат. Ну, церки – такие членистые придатки, а грифельки – не членистые придатки. Вот если мы возьмём чёрного таракана для примера, то у самцов имеются и церки, и грифельки, а у самок имеются только церки, а грифельки у них отсутствуют. Видимо, это связано с половым деморфизмом этих насекомых. Ну, генитальный аппарат служит для размножения. Следующая таблица. Представлены ртовые аппараты насекомых. Самый основной и первичный ртовой аппарат – это грызущие. Он имеет суть от этих насекомых, как таракан, таракановые, относящиеся к тараканам, к отряду таракановым, прямокрылым, отряд портопера. Органы расположены довольно-таки сложно, и функция, конечно, грызущего ртового аппарата – это грызущая функция. Но имеются модификации различных ртовых аппаратов. Вот они здесь представлены. Вот, например, у пчелы или у других перепончатых крылок у них имеется грызущий и лижущий ртовой аппарат. Колючий и сосущий ртовой аппарат имеется у насекомых отряда дептера – двухкрылых. Это комары, например. И у насекомых отряда полужесткокрылые. Это, например, полужесткокрылые – это клопы. Фильтрующий и наиболее совершенный аппарат у мухи. Он иначе называется мускуидный, потому что муха домашняя по-латыне – мускодоместика. И вот, соответственно, ртовой аппарат тоже так называется – мускуидный. Этот ртовой аппарат наиболее сложный. Он позволяет мухе питаться и твердой пищей, и жидкой пищей. Но и сосущий ртовой аппарат очень часто все люди видели у бабочек. Если, например, мы возьмем капустную юбилянку, то у нее имеется вот такой хоботок. У бабочек сосущий ртовой аппарат. На этой табличке хорошо показано строение тела насекомых. Если мы возьмем осу и муху, то видно, что тело, посмотрите, как красиво делится на голову, грудь и брюшко. Вот имеется три пары ног, шесть ног – это характерный признак класса инсектов, класса насекомых. Три пары ног. И у мухи то же самое. Здесь хорошо видно фасеточные глаза. Вот усики у них хорошо видно. Крылья. У перепончатых крыльев две пары крыльев. По-латыне химиноптера отряд. А вот у мухи, у нее всего одна пара крыльев. И в связи с этим их называют двукрылые насекомые. Двукрылые относятся к отряду двукрылых диптера. Вот на этом рисунке очень хорошо видно глаза. Фасеточные глаза и простые глаза и сложные глаза. Значит, фасеточные и сложные глаза, а простые глазки, вот они бывают обычно три или, конечно, один глазок или три глазка. А вот здесь вот показано великолепное строение головы пчели, пчелы. Значит, большое количество различных волосков позволяет этому насекомому участвовать в опылении. То есть вот пыльца прикрепляется к этим волоскам. Кроме того, пчелы приносят в свой улей эту пыльцу, которую они тоже запечатывают в соты. И название, точно как медовые соты, как мед запечатывают, точно так же запечатывают они вот эту пыльцу. И носит это название перга. Грудной отдел состоит из трёх элементов. Тридняя грудь, передняя грудь, средняя грудь и задняя грудь. Ну, собственно, здесь расположены локомоторные органы. Ноги и крылья. Крылья, как я уже сказала, бывают две пары или одна пара. Ноги всегда шесть, количество шесть. Посмотрите, вот прикрепление идёт. Но у двукрылых, у двукрылых пара крыльев превращена в жужельца. Вот они, эти жужельца. Ну, они двукрылые, они всего с одной пары крыльев. Типы крыльев бывают самые разнообразные. Бывают сетчатые, это у златоглазок, отряд нейроптера. Бывают перепончатые, это, например, у пчёл или, например, у ос. Это отряд химиноптера. Бывают элитры, верхняя пара крыльев называется элитры. Это у жуков, у жесткокрылых, отряд колиоптера. Бывают геомиэлитры, значит, это у клопов. Они наполовину твёрдые и наполовину мягкие. Геомиэлитры. И у бабочек, чешуекрылых, отряда липидоптера, крылья покрыты такими чешуйками, очень красивыми, разнообразными. Но чешуйки бывают и пахучие. Они могут видоизменяться. Дерное название. Есть поперечные, есть продольные. И вообще все жилки обозначаются специальными терминами. Кастальные, субкастальные, радиальные, метеальные, кубитальные, анальные. Насекомые бывают бимоторные, передние моторные и задние моторные. К задним моторным относятся, например, жуки. Обратите внимание на жуков, когда они летят. Они передние крылья поднимают, а задними крыльями они находятся в полёте. На данном рисунке показано внешнее строение насекомых, именно брюшка или брюшной отдел. Брышко насекомых сегментировано. Имеет до 11 сегментов. Но обычно 5-6. Небольшое количество. Строение брюшка такое, очень характерное. На нём имеются видоизменённые конечности церкви, грифельки, яйцеклат, жалопрыгательная вилочка. Ну, они выполняют различные функции. Яйцеклат, например, служит для откладки яиц у самок. Жалопрыгатель служит для того, чтобы охранять себя от врагов. И для того, чтобы найти себе пищу, парализовать насекомое какое-то, тем, которым оно питается. Ну, а церкви и грифельки у них такая чувствительная функция. Когда насекомые передвигаются по поверхности почвы, вот эти церкви и грифельки, они дают сигнал, какой вид почвы проходят они, гладкая или шероховатая. Вот, посмотрите, пожалуйста, различные имеются придатки брюшка. Типы брюшка самые разнообразные, но всего разделяют три типа. Три типа. Сидячее брюшко, висячее брюшко и стебельчатое. Вот перед вами характерное строение сидячего брюшка. Посмотрите, оно такое широкое у основания и прикрепляется к груди. Если мы посмотрим на пчелу, то у него висячее брюшко, оно позволяет, посмотрите, свободно двигаться насекомому. Но, вот, например, у ос, у них висячее брюшко, потому что у них в конце имеется жало, и они спокойно, если даже возьмете в руки за крылышки, это насекомое, то оно умудрится так изменить свое брюшко в такую сторону, что обязательно вас ужарит. Это связано с тем, что у нее особый тип, вот такой особый тип брюшка. Кожа насекомых. Кожа насекомых состоит из кутикулы, гиподермы и базальной пластинки. Кутикула делится на эпикутикула и пропутикула, которые, в свою очередь, разделяются на два слоя. Экзокутикула и эндокутикула. Придатки кожи бывают самые разнообразные, но они отделятся на два типа, структурные и скульптурные. Экзокутика имеет такие пиелорические складки или крипты. Выделяет перитрофические мембраны, которые окружают пищу у некоторых насекомых. Происходит секреция ферментов. Здесь происходит переваривание и всасывание пищи. Задняя тишка имеет орбитальные железы. Выполняет функцию формирования и удаления экскрементов. Всасывание воды. И у некоторых насекомых содержит симбионтов. В связи с этим пищевая специализация у насекомых самая разнообразная. Потому что строение внутренних органов, они, значит, в прямой зависят от именно организма насекомого, которому они принадлежат. Ну вот, например, имеются полифаги. Полифаги – это насекомые, которые питаются многими видами растений. Олигофаги, которые питаются растениями одного или нескольких семейств. Монофаги. Эти насекомые питаются только одним видом растения. Есть фитофаги, питаются растениями. Есть зоофаги, питаются животной пищей. Есть негрофаги, мертвыми организмами. Гематофаги, кровью питаются. Очень много различных видов насекомых. И у них тип питания, пищевая специализация. Пищевой режим самый разнообразный. Выделительная система показывает, как ставлены мальпигиевыми сосудами. Мальпигиевые сосуды представляют собой трубочки. Вид трубочек. Трубочки эти с одной стороны замкнутые, с другой стороны они открытые. У некоторых насекомых очень мало. Всего 2-3 мальпигиевых сосуда. А у других насекомых количество бывает очень большое. Дыхательная система. Дыхательная система представлена трахеями. Внутри трахеи располагаются такие спиральные тенитии, которые не дают возможность спадаться в трахеи. И в связи с этим насекомые могут проникать в самые маленькие отверстия, в самые маленькие норки. Имеются трахеи, трахеолы. У некоторых насекомых имеются воздушные мешки. И еще имеются стигмы. Сигмы – это замыкательный аппарат, расположенный по бокам тела насекомых. Органы чувств. Органы чувств самые разнообразные. Ну, понятно, что самые такие основные, конечно, это различного вида глаза. Пасеточные сложные и простые глазки. Усики или антенны, они выполняют функцию, обонятельную функцию. Очень много механорецепторов, очень много хеморецепторов. Различные волоски, пластинки и ямки. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами и не раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...